То есть мы не построили социализм, мы не построили коммунизм, мы легко, мгновенно откатились к примитивному, банальному обществу. А сейчас в этот дом, где весь мир, загоняется мужчина, ему из дома можно уже не выходить, он может работать на дому, он может заказать пиццу, у него есть там интернет, и он превращается в такую плохую очень тетеньку. Добрый день, это передача «Народный интерес», ведущая я, Татьяна Федяева. Сегодня у нас в студии Олег Александрович Чагин. Это НИИ социального антропогенеза. Непонятно, но здорово. Что это такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Социальный антропогенез. Социальный антропогенез – это мы занимаемся человеком, говорящим в социальных условиях. То есть любым человеком? Любым человеком. Любым человеком. Человеком, как биологическое существо в социальных условиях. Так, понятно. Опять совсем непонятно. Значит, что значит мы занимаемся? Вы занимаетесь что? Это теория, это практика? Мы занимаемся биохимией, метаболизмом мозга, метаболизмом мозга. И с этим связаны все остальные наши виды деятельности. Их несколько. Метаболизм мозга, развивающего мозга, мозга ребенка. И метаболизмом печени, как это имеет отношение уже к большому спорту, к какой-то практической деятельности. Ну, несколько направлений. Так, метаболизм мозга. Но я знаю, что вы ездите, занимаетесь, проводите тренинги для учителей, для преподавателей средних учебных заведений, даже главы районов иногда присутствуют. А при чем здесь метаболизм мозга? Не очень понятно. Иногда, а всегда. Всегда? Почему метаболизм мозга? Дело в том, что ребенок при рождении рождается в неспособной к самостоятельной деятельности. И мозг его дозревает в процессе отношения, от первых нескольких месяцев отношения с мамой. Для того, чтобы мозг дозревал, метаболизм мозга участвует именно в дозревании этого мозга. И первые дни, первые недели, первые месяцы очень важны для всего периода формирования мозга в дальнейшем. Это очень важный период. И метаболический стереотип определенных аминокислот в этот период, и переход к другому метаболизму, к другому стереотипу метаболическому, и формирует уникальный метаболический портрет человека. Какой тип деятельности для него будет самый оптимальный, самый выгодный с точки зрения метаболизма. Например, для формирования мозга необходим блютамин. А для развития энергетики тела, я очень это популярно говорю, потому что... Давайте еще популярнее. Ну вот, одна аминокислота нужна для того, чтобы развивался мозг, другая аминокислота должна участвовать в развитии печени. И у ребенка, когда теплом обеспечивает его мама, метаболизм, вся энергия уходит на развитие мозга. И только когда мозг формируется полностью, тогда этот механизм смещается к печени. Если затормозить развитие мозга, то метаболизм печени задержится. То есть, если ребенок в раннем возрасте не получает мамы, нет рядом мамы, это что, это уже необратимые? Мало того. Если ребенок, мало того, если он не получает ее физического, телесного тепла, то это ведет к смещению метаболизма. То есть, ребенок живет в интересах удовлетворения гомеостаза своего. Питание, тепло, безопасность. Это ему все обеспечивает мама. Если мама этим его не обеспечивает, то он вынужден обеспечивать себя как-то сам. Ну, например, для того, чтобы согреться, привлечь к себе внимание, потребовать безопасности, он может издавать очень громкие звуки, тем самым провоцируя родных и близких на обеспечение его безопасности. Ну, выглядит это одинаково и у кукушек, и у всех. Значит, я вот сейчас буду кричать, меня найдут, съедят, и ты останешься без потомства. И тогда мама его, значит, прибегает мама, начинает его укачивать, там с ним что-то делать. И он этим пользуется через несколько дней своей жизни, умеет уже этим пользоваться. Когда ему нужно будет обеспечивать свое тело теплом самостоятельно, то вот этот очень важный момент, тогда метаболизм печени включается, потому что печень у нас орган, который обеспечивает энергией наш организм, теплом в том числе. Поэтому пропорции соотношения воспитания ребенка и его отношения с мамой, вот в первый период, это такой основополагающий механизм его развития ребенка. Если этот механизм нарушить, то ребенок остается в стереотипе деятельности только в удовлетворении своего гомеостаза. Любое изменение внешней среды будет им приниматься как угроза. И ему будет потом 20 лет, 30, 40, 50, а этот тип деятельности у него останется, он будет более изощренный просто и все. Поэтому мы говорим о том, что ребенок должен формироваться в правильной педагогической воспитательной среде, где период развития мозга будет полноценным. Вот сразу вопрос такой. Сейчас достаточно много людей, которые могут обеспечить своим детям и тепло, и светло, и чтобы ему все-все было комфортно. А потом вырастает из этого человека, у которого все было в детстве, вырастает чудовище. То есть мы говорим только о том, что субъективно должен быть человек, чтобы ему было хорошо, или все-таки это социальный какой-то продукт? Ну, ребенок в определенный период, он биологическое существо, он не социальное. Социальный он в отношениях родителей. А ребенок – это биологическое существо, он живет в интересах удовлетворения гомеостаза, питания, теплобезопасности. Когда вы говорите, что родители обеспечивают все, как правило, если это разбирать правильно, то это как раз лишение ребенка всего. То есть ребенок в таком случае в очень дорогой красивой кроватке лежит, он не лежит с мамой в постели, в любой самой бедной, но прямо с мамой, чтобы он чувствовал, что рядом мама, потому что детеныш, не ощущая мамы, принимает эту ситуацию, как будто бы он брошенный. Это невротический тип, в любом случае, вот то, о чем вы говорите. Ребенок вместо того, чтобы чувствовать дискомфорт, когда он ходит под себя, он в памперсе чувствует себя комфортно. Потом вырастает 30-40-летний мужчина, который, обвалившись, чувствует себя абсолютно комфортно, уже не в буквальном смысле, а вот в переносном, например. То есть человек, любое животное, человек в частности, должен чувствовать дискомфорт от определенных действий каких-то. Это воспитание, это формирует его культуру. Это одно. То есть вот кроватка, положение тела в кроватке, то есть положение его там на спине, а не на животе, ну и так далее. Отсутствие занятий с ним, тренировки с ним, отсутствие сенсорного подтверждения деятельности, чтобы мама с ним вот возилась. Это все приводит к очень радикальным, серьезным нарушениям в дальнейшем, недоразвитости в дальнейшем. Я знаю, что у вас 13 детей, правда? И все получили все, что нужно. Конечно, нет. Я поэтому здесь и сижу. То есть вы не хотите, чтобы другие люди... Вот это аргумент, женщины же умеют приводить аргументы самые жесткие. Да. Жена мне говорит, чем ты таким можешь заниматься, что заменит твое общение с ребенком. И когда я это понимаю, когда я занимаюсь чем-либо, для меня это внутренний метроном. Я понимаю, что я занимаюсь всеми детьми в ущерб, может быть, даже своим детям, только для того, чтобы не допустить вот тех вопросов, о которых мы говорим. но это проблема не только моих детей. Это проблема любого, каждого ребенка. Поэтому я любого... Вот я смотрю на любого ребенка и у меня проблемы с этим связаны. С чем? Я смотрю и понимаю, каким он мог бы быть, если бы он развивался в нормальных условиях, в правильных условиях. Семья, к сожалению, сейчас не в состоянии обеспечить полноценное развитие ребенка. Никакая семья, никакой уровень благополучия не позволит обеспечить полноценное развитие ребенка. Почему? Потому что в культуре воспитания присутствует не папа, мама только, а, как правило, община. Мы сформированы в общине. В воспитании ребенка участвовало огромное количество людей, которые жили в его интересах. И он жил в его интересах. Это патриархальные такие семьи? Это общинная структура. Да. И ребенок через какое-то время формировался уникальный тип, когда он воспитывался в уникальной педагогической среде мастеров, потому что община не могла себе позволить не мастеров. Это очень дорогое удовольствие человек жить в общине и не приносить никакую пользу. То есть вы рассматриваете и работаете с ребенком не как с индивидуумом? А ребенка нет в одном виде, в одном состоянии. Ребенка нет. Мало того, если ребенок, например, не видит людей до пяти лет, то он сформироваться в полноценного человека не сможет уже никогда. Он не сможет говорить, он не сможет сформироваться. Мы говорим о создании воспитательно-педагогической среды. А так как семья эту среду создать сейчас не может, то мы говорим о том, что эту среду должна создать школа. А школа тоже не может. Государственная школа. Она может создать идеальную воспитательную среду. Школа, в которой запрещено детям мыть пол, где запрещено детям вытирать доску, потому что это использование труда ребенка. все сейчас. Вернемся на три минуты к разговору, мы говорим про общину. Представьте, что в общине запрещено было ребенку вытирать пол и так далее, и тому подобное. Ну, просто это община такие условия и отношения даже представить нельзя, потому что все действия в общине направлены были на развитие ребенка. Современные условия в школе направлены на то, чтобы развить из индивидуума максимального адаптанта. И вот этот адаптация, период адаптации уже связан с ранними развитием мозга. То есть, это недоразвитый мозг ребенка в условиях искусственной среды реализуется потом только в интересах себя. То есть, формируется вид биологический, способный жить только в интересах себя, в интересах удовлетворения своего гомеостаза, тепло, безопасность, кушать и так далее. И любые изменения в среде он воспринимает как угрожающие. Никогда этот вид не совершит подвиг, не выйдет за границу ареала, не подчинит свои интересы интересам всех других людей или общины. Это культивирование вот этого вида человекообразного, говорящего, это и есть технология. Мы вот занимаемся тем, чтобы не допустить из наших детей вот этого дегенеративного изменения. То есть, вы выступаете против сложившейся системы или за что-то? Вот против или за? Мы выступаем за будущее. Если мы сейчас будем конфликтовать или воевать, то мы на это потратим очень много сил и времени. Мы можем по колено ходить в крови, но ребенок в этот момент формироваться... Когда мы будем по колено ходить в крови, ребенок будет по шее в крови находиться. Он не сформируется нормально. Мы говорим о будущем. мы родителям государства предлагаем модель создания такой педагогической среды для развития ребенка, которая позволит сформироваться ему максимально полностью, максимально эффективно. У вас есть примеры, что вот говорить можно о многом. Мне хочется, чтобы всем было хорошо, прекрасно там и так далее. Ну что, ну хоти. А вот, чтобы вы сказали, мы попытались сделать, и вот что у нас получилось. Есть такие примеры? Да, мы 7 лет работаем в этом направлении. Два года мы работаем максимально плотно уже в законодательной области, в нормативной области. Изменения в федеральный закон по образованию, большой пакет нормативных актов. Мы участвуем в предвыборных, сейчас вот выборы в законодательные собрания. И депутатам в будущем мы объясняем, что вот есть такая позиция. И эта позиция, если она доносится до родителей, то это очень мощный электоральный потенциал. Родители на это реагируют. Обмануть их уже будет нельзя, потому что это касается детей. Население не выдержало испытания социальными изменениями. То есть мы не построили социализм, мы не построили коммунизм, мы легко, мгновенно откатились к примитивному, банальному обществу. Осталось последний рубеж, который, если мы его переступаем, то мы теряем вообще все. Этот рубеж это наши дети, которые на наших глазах, на нашем поколении мы убеждаемся и видим дегенеративные изменения в наших детях по общей системе, по здоровью, по уровню образования. Это просто уже заметно. Но самое главное, наверное, по отношению, по отношению ям, по отношению... Вот по всем факторам мы прямо видим, нам повезло, как повезло, нам повезло увидеть вот это, да, и нам повезло увидеть, и я думаю, что это вот только наше поколение может участвовать вот в этом изменении, потому что эти изменения произошли по нашей вине, в том числе, и нам это нужно исправлять. И исправлять это надо не революционным путем, а эволюционным, естественным путем, и все внимание, все усилия тратить не на политическую борьбу, не на борьбу за или против, а на воспитание и формирование детей. Это видовая потребность. Она вненациональная, она внеконфессиальная, она внегосударственная. Любой родитель хочет, чтобы ребенок, его ребенок сформировался максимально полноценно. Мы знаем этот механизм, как он работает. У нас огромная база положительного опыта Советского Союза, негативного опыта в последний период и положительного опыта в этот период. То есть мы эту работу анализируем и выдаем уже рекомендации или справки по точечным каким-то направлениям. Изменения большие. Давайте все-таки приведем примеры и дадим эти рекомендации, но не просто такие отвлеченные, абстрактные, что будет хорошо, если мы все будем хорошими, и что мы все против плохого только за все хорошее, а конкретные примеры. Чтобы было от чего отталкиваться. Ну, действия и изменения настолько радикальные, что любое изменение, оно уже, любое даже малейшее изменение, оно уже радикальное в школе, в системе. Ну, например, мы возвращаем в школу рукописное письмо. Мы? Это кто опять? Ну, это институт наш, мы разрабатываем методики, мы вернули прописи, мы вернули перо, чернильницы, не проливашки, только джель уже делает эту чернильницу. Пере уже... А где вы вернули? В каком регионе? Ну, на сегодняшний момент около более 500 школ у нас перешли на... в России, перешли на писание пером. В Москве, кстати, тоже несколько штолл, есть русская школа, у Шинского. В чем радикализм этого действия? В 1957 году была реформа образования, ввели безотрывное письмо. Безотрывное письмо ручкой. Ну, я вот застал, я в национальной школе учился, я застал еще перо. Безотрывное письмо, если мы просим взрослого даже человека написать фразу, любую, мама мыла раму, то вот он, даже умея писать это быстро, он рефлекторно задерживает дыхание, потому что ручка не отрывается от листа. Что к чему приводит задержка дыхания ребенка в период его формирования? К недоразвитостью в дыхательной системе, следовательно, сердечно-сосудистой и неспособности легких в полной амплитуде обеспечивать кислородом мозг, принося туда гемоглобин. Это закисление организма молочной кислотой, продуктами окисления. Ребенок у нас хронически усталый в школе. Он вроде бы ничего не делает, а он в состоянии хронической усталости. Добавляем сюда с ранним метаболизмом связанное дисплазие, все это сутулости, плоскостопие, патология по зрению, осанка. И у нас получается один элемент, это сидение ребенка за партой и писание его авторучкой приводит к таким деструктивным изменениям, которые необратимы. Мне прям страшно вас слушать. А как Богданов Бельский, ну в смысле этот Рачинский со своей школы, сидели они, писали. За конторками стояли. Нет, и за конторками тоже. И пером писали. А, кстати, там Богданов Бельский, кстати, на картине, помните, устный счет. За конторками. Они все стоят, дети крестьянские дети стоят. Класс находится. У Рачинского. У него норма и период интереса измерялся дистанцией до учителя. Ребенку, когда интересно, он приближается. Когда ему неинтересно, он пытается уйти. Это показатель. И он этим управлял. Сейчас ребенка посадили на якорь, на стул. И задачи развить педагог не ставит. То есть педагог ставит отчитать урок, методика, ну и так далее. Идеальный ученик – это послушный ученик. Это похваление. Говорят, послушный очень мальчик. То есть мальчик сидит 40 минут на попе, поднимает руку, когда что-то знает, спрашивает его, он отвечает, садится, и потом вдоль стеночки уходит в коридор. И потом домой. Это вообще идеальная школа. Дегенераты вырастают, не сформированные полноценно. Тем более мальчики. Девочки свое все равно возьмут, а мальчики свое уже не возьмут, не смогут. То есть вот это еще одна проблема, да? Такого мужчины становится по женскому типу, по поведению их. Очень часто. Адаптивный тип, женский тип, благодаря которому мы выжили, это пользование тем, что есть. То есть для женщины дом, весь мир. Для мужчины весь мир дом. Мужчину нужно воспитывать так, чтобы он был способен выйти из дома, получить там где-то стратегическое преимущество и принести это стратегическое преимущество опять в дом. До сегодняшнего момента это выражается в банальных вещах. Жене выгодно, чтобы муж находился дома. Но если он поедет куда-то на север, заработает много денег и привезет эти деньги, тогда ей выгодно его отпустить. Если он заработает много денег и там останется, ей невыгодно отпускать. Она теряет по тактике и теряет стратегически. Мужчина должен воспитываться способным выйти за границу ареала, получить там стратегическое преимущество и вернуть это стратегическое преимущество в дом. То есть чтобы он мог и рисковать, чтобы он мог реализовать и совершить подвиг даже. Давайте мы от чисто таких субъективных вещей перейдем к объективным. Почему? Мы понимаем, что сейчас в нашем обществе происходит что-то не то. Больше развит эгоизм, чем альтруизм. Чего уж там говорить, да? Больше человек заботится, как там, бери от жизни все, вот я должен взять от жизни все. Раньше было такое, раньше думай о родине, а потом о себе. Ну и сейчас и раньше всякое было. Но системно вы правы. Системно вы правы. Я вот сейчас пытался объяснить почему. Это морфологические изменения. То есть это изменения на уровне мозга происходят. То есть формируется тип людей. На Западе это чуть-чуть они с опережением идут. И мы можем понаблюдать. Что из этого получилось. И что ждет нас. И что нас ведут. Поэтому сейчас противодействия образовательным вот этим новшествам, ювенальным каких-то технологиям, медийным, культурным, наталкиваются на архаическое отторжение. То есть люди просто, даже они не понимают, что у них вот это органическое отторжение так не должно быть. Потому что в нашей культуре мальчик должен формироваться в ответственного мужчину, готового взять на себя ответственность за семью, за род, за вид и так далее и тому подобное. А когда формируются люди, живущие только ради себя, то нам это непонятно. То есть для нас это такая тупиковая ветвь эволюционного развития. Так, ну вот эта ветвь, эта ветвь как раз более сейчас как бы крепкая. Она не крепкая, но очень слабая. Она слабая. Она более массовая. Она более массовая, да. Ну вот как может развиться, если у человека, у него квартира, у него тепло, светло, мухи не кусают, да. А что, какие подвиги, о чем вы говорите? А там какое-то правительство обеспечит меня, ну может быть какая-то работенка найдется. И где ему реализовать себя? Ну не все же поедут на север и потом так ли уж это нужно, может быть где-то реализоваться можно и поближе? Реализоваться можно внутри себя. В любой момент, где угодно. Вот те признаки, о которых вы сказали, там квартира и так далее, это вот как раз женский тип создания для женщины дом, где весь мир. А сейчас в этот дом, где весь мир, загоняется мужчина. Ему из дома можно уже не выходить. Он может работать на дому, он может заказать пиццу, у него есть там интернет. И он превращается в такую плохую очень тетеньку. То есть это не хорошая тетенька, это плохая тетенька. Вот мы проводили исследование, точнее не мы проводили исследование, нам предоставили исследование. Выборка была по московским школьникам, старшеклассники, вот по этой выборке. Там было около 68% находились, если не знать, что это мальчик, то по гормональному потоку этот человек на втором-третьем месяце беременности находится. Это системное нарушение уже. Например, 25-летние девушки, не рожавшие, если уровень мужского гормона в 5-7 раз выше нормы. Это морфологические уже деструктивные изменения, рядовые. И мы вот об этом говорим. Это проблема. Ну, внесены изменения в концепцию национальной безопасности. Вот этот весь комплекс вопросов Совета национальной безопасности воспринимается как угроза национальной безопасности. То есть, вот то, что мы получили, это угроза национальной безопасности. То, что мы получили с детьми, с молодежью вообще сейчас. То есть, если мы будем развиваться по такому пути, что нас ждет? Развиваться – это не развитие, это дегенерация. Дегенерация такая. Значит, что нас ждет через 20, через 50 лет? Адаптация, женский вот этот тип, да, имеет смысл только в интересах развития. Когда женщина стимулирует мужчину на развитие, она с этого потом получает больше. В социальном плане то же самое. Адаптация в крайней степени дегенеративна всегда. То есть, если женщина не выпустит мужчину из дома, он превратится в дегенерата пузатого с пивом, с пузырями на коленях. Дегенерация – это всегда вырождение. Статистику я называть не буду, но это уже видовое вырождение. То есть, сейчас настала пора неотложных действий, да? Неотложных, радикальных действий. Вот давайте, у нас не так много времени, приведем примеры. Все-таки, я вас все-таки на реальные примеры, где что-то сделано. То, что вы сказали замечательно, там ручки где-то стали писать, но это, наверное, все-таки маловато. На самом деле, это не маловато, но это хорошо. Мы вводим, у нас есть определенная концепция развития школы. Мы вкрапливаем такие вот маленькие какие-то моменты. Ну, это внедрение в школу народные танцы, возврат в школу народных танцев. Как в обязательную программу, в обязательную сетку. Танец, кроме того, что это физическая культура, очень... Эмоциональная такая, да, правильно? Это лучше, чем из детей выращивать гиббонов, которые с мечом бегают по площадке, огороженной сеткой. Ну, это такая бобуинизация, такая, как вот ученый Савельев говорит. Но народные танцы ведут за собой развитие голоса, как науки уже, развитие и понимание костюма, вышивки, языка, культуры. Координации даже. Конечно. Это не мелочь. Потом это в коллективе, если народный танец, это социализация, да? Да, это совсем другой уровень. Мы вот сейчас, кстати, в Владикавказе будем проводить в сентябре фестиваль народных коллективов. Это одно. Второе. Мы возвращаем. К ребенку нужно максимальное количество практической деятельности. Все, что связано с практической деятельностью. Это не вмешиваясь даже в сетку образовательную, за счет доп. образования. Мастерские, столярка, слесарка, кузня, сварка, гараж. Хорошо. Стоп, стоп, стоп. Где возьмете людей? Кто будет работать? Если сейчас у учителя, там, начинающий учитель 10 тысяч, и он скажет, что я еще буду там ковать за ваши 10 тысяч. Кто придет? Откуда люди возьмутся? Ну, мы вот на эту тему, кстати, разговаривали. Во-первых, я говорю, что мы работаем уже 7 лет. Вот для того, чтобы вернуть в школу преподавателей труда, на базе профессионально-технических училищ вводятся педагогические факультеты, и готовятся учителя, педагоги будущей труда. Вот хороший опыт Красногорский колледж показывает. Они третий год уже выпускают таких специалистов. Это первое. Второе. Вот сейчас мастерам 50, 60, 70 лет. Ну, вот из Советского Союза, который еще остался. А потом провал. И потом будет мощный провал. Уже есть. Уже он чувствуется. Вот пример. Сельская школа. Поднимаем вопрос. Почему у вас нет то-то, то-то, то-то? Нет денег? Ну, стандартные. А я спрашиваю. А вы, например, знаете, что у вас вот здесь вот есть в вашей среде, в вашем районе, сколько у вас пожилых мужчин, пенсионеров, которые что-то умеют делать? Ну, в грубой форме это звучат не люди, которые просто разговаривают, а умеют реально что-то делать. Вы подошли к ним, вы спросили, хочет он прийти в школу и научить ребенка это делать, чтобы он был квалифицированный пенсионер. А ему платить даже денег не надо. Они отказываются от оплаты, они вот идут за то, что он умеет, и он хочет. Но это ведь потребность мужчины научить своего сына или внука. Но на самом деле реализуются, на сегодняшний момент реализуются программы федеральные в этом направлении, когда министерства профильные оформляют заказ на определенный вид деятельности или на определенную категорию людей, и они обеспечивают этот заказ. Если министерство обороны хочет, чтобы в армию приходили настоящие подготовленные юноши, то тогда министерство обороны предоставляет ветеранов боевых действий, специалистов, они получают педагогическое образование. Они идут в образование. Это уже происходит? Да, это уже реализовано, конечно. По линии МВД такая же работа идет, по линии МЧС, это большая программа. Но не получится, что мы получим в итоге такое суперполицейское государство МВД? Нет, я против милитаризации вообще ребенка, и мне не нравятся многие вещи, которые сейчас происходят. Я считаю, что это должна быть такая же обычная деятельность для мужчины, защищать родину. Она не выделяется из другой, любой другой. Пахать можно. Русский человек всегда работал и воевал он, когда на него нападали. Были профессиональные военные, их не нужно много. Потому что человек с предметной деятельностью, он квалифицирован. Поэтому программ на самом деле очень много, разговор как бы мы ограничены, к сожалению. И оно реализуется, и оно необратимо реализуется. Ну то есть я понимаю так, что вы работаете в связке, стараетесь во всяком случае, в связке с государством, так или нет? Мы вообще плотно работаем с государством. И вы не чувствуете дискомфорта, вас понимают, вас принимают. Вот я не верю в это, вот честно говоря, не верю. А никто не верит. Знаете, мы приезжаем в регионы, я разговариваю с губернатором, он на меня слушает это все как сказку. И говорит, Олег Александрович, а как вот к тому, что вы говорите мне, государство относится? Вот такой вопрос. Я как человек, как бы, я удивляюсь. Я говорю, вы вот понимаете, что вы сейчас сказали? Вы государство произнесли в третьем лице. А вы глава. Я государство, вы государство, мы государство. Поэтому все ждут, что изменит мир Путин, депутаты, там, Медведев, инопланетяне, Господь Бог. Ну, кто-то все. Кто угодно меняйте мир, только не я. И все ждут, что кто-то придет и за них сделает. И мы с такой позицией видим из своих детей то, что они уже хуже, чем мы. А мы хуже, чем наши деды. И вот это и есть та угроза, с которой мы столкнулись. То есть, эта угроза уже не какая-то частная, а это общая угроза. Это мировая угроза. Да, это видовая угроза. В России есть преимущество определенное. У нас есть опыт общинной деятельности. У нас есть советская педагогика, гигиена подростка советского. И огромное количество научных работ в возможности и научении человека выходить за границу ареала. Русский человек дал человечеству ну минимум два образца этого выхода. Это выход в космос. Это вот единственный был образец общечеловеческого выхода за границу ареала. Человек вышел в космос. А второй образец мне не терпится. Спутник. Как механика, а тут как человек. Если мы проанализируем количество подвигов, совершенных русскими людьми, ни в какое сравнение никакая армия мира, какая бы она там платная и высокая, платная ни была, оно не показывало. Поэтому про труд, как про подвиг, я говорить уже не буду. Мы понимаем, потому что русский человек жил в жесточайших условиях климатических. И он нес ответственность не только за свою деятельность, а от его деятельности зависела жизнь общины. Нельзя было не помыть вымя у коровы, потому что можно остаться без молока и умереть всей семьей. Нельзя было не закрыть калитку, не поколоть дрова, не принести воду. Любая деятельность, она была жизненно необходима, витальна. И человек формировался, что если нужно, он это делает. Он работает не от пяти до пяти, а он работает, пока не сделает. И вот эта вот авральность наша, труд как война, жизнь как война, и вообще все война, это вот нам очень сложно. То есть это не так уж и плохо. Мы развиваемся за счет этого. И человек может развиться, только выйдя за границу ареала. Да. Граница ареала может быть из дома, из земли, неважно какая. Из себя проснуться утром и что-то сделать, а не проваляться. Это тоже выход за границу ареала. Ну вот мы сегодня постарались выйти за границу ареала с нашим собеседником Олегом Чагиным. Спасибо, Олег Александрович. Спасибо. Но мне кажется, что нам бы еще надо поговорить, потому что мы затронули очень интересные вещи. Спасибо. 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 Продолжение следует...